Сборная Самарской области по пляжному регби тренируется под первомайским спуском дважды в день. В 6 часов утра и в 6 часов вечера. Команда готовится к чемпионату России, который пройдет в начале августа в Москве. Отдыхающие с интересом наблюдают за игроками. Приходят, смотрят, обращаются. Обычно, знаете, как люди, когда проходят, и они смотрят. Очень много людей смотрят. Даже вот то же самое, например, теннис, да, если взять. Люди так, как бы просто посмотрят, понят, теннис, теннис. А регби все равно зрелищное. Посмотреть, как мужики борются, играют за мяч, борются. В рамках акции «Самара в движении», которая проходит при поддержке администрации областного центра, присоединиться к тренировкам в сборной могут все желающие. Игроки научат азам этой игры. Просто движение с мячом, бег, передачка, атаку, обыгрыш. Ну, ничего такого, все бесконтактное, все безопасное. Физкультурно-оздоровительная акция «Самара в движении» проходит с третьей декады июня и продлится до конца лета. Тренироваться и танцевать можно самостоятельно или в команде с профессиональным тренером бесплатно. В проекте участвуют спортивные федерации, фитнес-клубы и танцевальные студии. Впервые акцию власти областного центра провели в год чемпионата мира по футболу. Заметив ее популярность, решили сделать традиционной. Расписание акции «Самара в движении» находится в группе Департамента физической культуры и спорта ВКонтакте. Отдельная страничка, где актуальное расписание на неделю выкладывается нашими специалистами. Каждый год к акции «Самара в движении» присоединяются новые виды спорта. Становится все больше и площадок. В этом году они расположены на площади Куйбышева, в парках Гагарина и 50-летие октября, а также на пляже под Первомайским спуском. Городской департамент физкультуры и спорта планирует сделать акцию еще масштабнее. Спортивные городки появятся во всех районах областного центра. Вовлечение горожан в систематические занятия спортом – одна из главных задач нацпроекта «Демография». Его реализация находится на контроле главы региона Дмитрия Азарова. С 2018 года в области открыто около 150 спортивных объектов. Доля жителей губернии, регулярно занимающихся физкультурой, увеличилась с 2017 года в полтора раза и достигла 54%. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский, События.